ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Что сказалось и на качестве игры. Девчонки удивили не только болельщиков, но и тренера. «Кажется, неожиданно сыграли мы больше всех. Наверное, помогли родные стены, болельщики, которые были в такой ситуации. Но помогли. Приезжали родители. Это положительно сказалось на результате». Четыре соревновательных дня по четыре игры у каждой команды. Протон уступил лишь в одной встрече. Завершающий день стал настоящим испытанием на выносливость. И небольшая усталость наших волейболисток не позволила завершить третий тур одними победами. «Понятно, что все девочки устали. У нас получаются тренировки перед играми. Не хватило физики, не хватило выносливости. Есть над чем работать». Спортсменки и их наставники говорят, что этот сезон для них очень сложный, потому что пандемия не позволила подготовиться как следует. Поэтому даже лидеры прежних чемпионатов порой не могли собраться и выложиться на все 100%. «У нас в этом году немножко состав послабже. Но потихонечку наигрывались. Большие перерывы между турами. Так как у нас всего две игры было в первом туре, поэтому я думаю, все-таки оттуда отголоски идут». Перед играми все спортсменки прошли тестирование на коронавирус. Из-за пандемии девушкам пришлось играть при практически пустых трибунах. В зал допускали не более 50 человек, родители и тренерский состав. Отсутствие активных болельщиков сказалось на настрое игроков. «Когда есть болельщики дома, у своей команды, всегда это какая-то определенная мотивация. Но понравилось желание девушек играть. Много игр было таких эмоциональных очень. А это как раз и есть движение вперед». «Двигаться вперед Протону помогает Фосагра, которая в регионах своего присутствия поддерживает не только детский, но и профессиональный спорт. А внимание к волейболу компания проявляет не случайно. Ведь, несмотря на атомное название, Протон имеет химическое происхождение. В конце 80-х годов прошлого века по инициативе руководства Балаковского химического завода, ныне Балаковского филиала АО «Апатит» группы Фосагра, была создана волейбольная команда. Тогда она называлась «Синяя птица», теперь «Протон». Имена разные, а история одна. «Поддерживаются клубы и «Автодор», «Протон», «Турбина» есть наша любимая и родная. Хочу сказать, «Протон» же был создан в Балакове. И поэтому изначально здесь проходили все игры. Естественно, здесь была молодежка, была школа подготовки. На сегодняшний момент в «Дрозде» у нас имеется секция тоже волейбольная. Очень приятно, что сейчас волейбол вернулся в город Балаково». Перед «Протоном» стоит серьезная задача – подняться на первые строчки турнирной таблицы. Сейчас наши девчонки в середине. Лидер после третьего тура – Краснодарская «Динамо», с которым «Протон» сыграл дважды и один раз выиграл. Значит, силы у спортсменок в этом сезоне примерно равны. И есть все шансы войти в тройку лучших молодежных команд сезона.